перед тем как начнем хочу напомнить что бумаги для обзора выбирайте именно вы каждую среду в нашем telegram канале я делаю пост в котором вы можете попросить рассмотреть любую интересующую вас бумагу вот ссылка на канал в описании киви бумага просто улетает наверх но к сожалению здесь по нашей системе негде присоединиться однако не забываем золотое правило что как бы высоко бумага не взлетал наверх она всегда идет на ретест здесь ближайшие уровни для ретеста это зона 528 и уровень 464 соответственно как пример на золоте мы ждали ретест около двух месяцев так что ничего страшного и здесь подождем цель движения здесь зона 716 м видео есть проторговка 190 195 есть хороший импульсный выход наверх сейчас как видно идем на ретест здесь стоп будет около 2 3 процентов и соответственно как бы такая первая цель это обновление зоны 210 затем уровень промежуточные 230 и такая глобальная цель это у нас будет зона 293 то есть вот такое сильное движение здесь можно поймать единственное нужно присоединиться в хороший момент напомню что мы ждали ретест вот этого боковичка после пробоя зоны 184 но как видно бумага пока идет наверх ближайший опять же повторюсь что уровень для ретеста это 192 со стопом 2 3 процента это не страшно так что думаю можно вполне попробовать поучаствовать в этом движении сургут нефтегаз напомню что здесь мы входили на ретесте уровня 21 575 вот какая идея была то есть у нас есть проторговка под зоной 22 315 да хорошая есть хороший импульсный выход наверх собственно говоря ретест и вход единственный момент эта сделка у нас затянулась почти на полгода да но все-таки потихонечку потихонечку идем по цели надо ли сейчас искать где-то точку входа где можно присоединиться спекулятивно можно попробовать от этого боковика но в текущей ситуации я бы не стал этого делать потому что как бы все ожидают коррекцию по рынку и я думаю что эти уровни могут ближайшие да для ретеста не выдержать то есть мы вполне можем легко упасть на тот же уровень в принципе от которого откупались но мы не просто так сидим да в сделке а какими-то частями закрываемся по мере обновления там локальных каких-то хаев вот поэтому в любом случае мы уже в хорошем плюсе так что ничего страшного если упадем вниз для тех же кто ищет где присоединиться опять же подумайте надо ли она это делать сейчас учитывая да что мы почти дошли до цели нашего движения полюс здесь возможно только спекулятивная сделка так как потенциал движения ограничен зоной 11031 есть хороший у нас здесь импульсный пробой боковичка и теперь ждем ретеста к уровню 9477 стоп тут около четырех с половиной процентов так что вот такая вот идея озон рассматривает зону 1783 как подтверждение смены тренда с нисходящего на восходящий и так как над ней пока не закрепились говорить о покупках пока рано потенциал движения здесь гигантский там около 60 процентов 65 процентов до зоны 2916 вот поэтому бумагу нужно постоянно отслеживать мечил после пробоя зоны 143 бумага можно сказать одним движением да просто улетела в космос и вот теперь вопрос стоит ли сейчас искать где-то точку входа смотрите вот это движение было без каких-либо проторговок то есть тут какой-либо поддерживающей силы нету поэтому мы точно так же легко можем упасть на те уровни скажем от которых взлетели поэтому приемлемым такими для покупок уровней я считаю это сто пятьдесят четыре и сто сорок ну конечно сто сорок наверное понадежнее немножко будет вот поэтому ждем бумагу около этих уровней тем более на общей какой-то коррекции да планируемой вот и там будем присматриваться к бумаге белуга в принципе такая же история как в мечеле да то есть смотрите была хорошая такая проторговка под зоной 3097 но одним сильным движением просто улетели в космос и у нас началась новая проторговка под зоной 4537 также ждали до пробоя и ретеста этого боковичка но смотрите перед тем как идти наверх здесь была вот такая вот сопля она часто вводит в заблуждение то есть тем что неизвестно куда ставить стоп поэтому как бы я говорил что стоит воздержаться здесь от каких-либо действий ну собственно говоря вот как бы так и пошло сейчас где ждать бумагу я также жду бумагу на этих уровнях 2 800 2 900 примерно там и будем присматриваться почему я их там жду еще раз повторю смотрите вот это движение было без каких-либо проторговок тут ничего не будет помогать бумаге удержаться на тех уровнях на которых она сейчас находится вот поэтому она плавно плавно будет медленно опускаться вниз вот такая вот история сбер напомню что мы входили на ретесте от уровня 152 то есть был такой боковичок хороший выход из него плавный приемлемый ретест и собственно говоря изначально цели были обозначены это первая зона 170 и такая конечная цель это зона 221 как только к ней подошли я закрыл всю часть всю оставшуюся часть позиции почему то что уже говорил по мечу и по белуге вот эти вот движения сильные они очень ненадежные то есть сейчас какой-то малейшая паника малейший шорох и все одним движением полетит туда откуда все это же и стартовало движение вот теперь второй момент у нас есть вот такая проторговка и промежуточный уровень 216 сейчас когда выплатят дивы я думаю что мы припадем четко на этот уровень возможно немножко пониже вот здесь будет очередная проторговка и после этого бумага возможно если никакого негатива не будет продолжить свое движение наверх оттуда собственно говоря и будем искать новую точку входа пока по сберу я от каких-либо действий воздержусь газпром есть хорошая проторговка под зоной 174 есть хороший импульсный выход наверх собственно говоря и продолжение движения туда же вот смотрите также была вот такая вот сопля чаще всего эти сопли после пробоя показывают что у нас есть какой-то уровень какая-то сила да которая будет поддерживать бумагу если кому-то интересно это посмотрите походите по другим бумагам точно такие же истории после этого бумага падает четко на этот уровень немножко торгуется и улетает наверх здесь жду того же то есть как только подойдем к этому уровню буду искать точку входа стоп здесь минимальный 2-3 процента даже если что-то и негативное случится и пойдет против меня да да цена ничего страшного два процента это ни о чем другой момент что здесь хороший очень хороший потенциал движения то есть первое это закрытие дивгэпа раз и второе это обновление вот этого уровня 216 то есть соотношение риск-прыбыль тут в нашу пользу поэтому в любом случае стоит присмотреться к газпрому русал здесь тоже вроде бы все очень хорошо складывалось у нас есть зона 43 у нас есть проторговка под этой зоной есть хороший импульсный выход наверх но очень быстро вернулись обратно это чаще всего говорит о том что мы пойдем обновлять локальные лаи вот собственно говоря и пошли обновлять локальные лаи как долго это продлится без понятия что делать делать нужно подождать новую новую проторговку новый боковичок и уже работать как-то от нее зону здесь скорее всего подниму повыше то есть 43 как обновление до границ диапазон 36 43 это движение будем рассматривать и тогда уже в последующем будем работать именно от нее система здесь в принципе все складывается пока как нам нужно то есть у нас есть проторговка под зоной есть хороший импульсный выход наверх резкого возврата нет небольшая уже небольшое закрепление надо зоны 15 48 есть поэтому в принципе можно будет на ретесте искать точку входа в лонг с целью к зоне 18 27 так что советую последить за системой то есть стоп получается у нас около 3 4 процентов а потенциал движения около 22 опять же хорошее соотношение риск прибыль алроса на мой взгляд глобально бумага торгуется вот в таком боковике вот и как только она из него выйдет будем собственно говоря искать точку входа я жду принципе она уже началась проторговка возле верхней границы обозначенного диапазона да то есть это уровень 70 и как только будет импульсный выход наверх сразу добавлю бумагу в избранное и буду ее отслеживать и будем ждать три теста вот этой проторговочки которая здесь образуется то есть тоже на данный момент бумага пока неинтересная как только произойдет то о чем я писал сразу будем отслеживать эту бумагу санкт-петербургская биржа на мой взгляд одна из бумаг которую тоже нужно добавить в избранное и отслеживать почему потому что у нас есть зона 172 у нас есть хорошая проторговка под этой зоной все что нам нужно это хороший импульсный выход наверх и ретест промежуточного уровня 159 потенциал здесь просто гигантский стоп должен быть небольшой около пяти шести процентов вот опять же соотношение риск прибыль шикарный поэтому следим кстати потенциал здесь около 60 процентов самолет напомню что с теми кто посещает вебинары мы входили здесь сделку на ретесте вот этого боковичка то есть вот он промежуточный уровень 2300 и на его ретесте мы входили сделку цель движения у нас это зона 2900 однако как видно потом начался опять же затяжной такой боковичок вот и только сейчас мы из него вышли если посмотреть на сургут нефтегаз на втб и самолет у них примерно одинаковая картина втб уже себя показал во всей красе то есть после такого затяжного боковика движение наверх ускорилось собственно говоря и бумага там просто улетает в космос того же самого я жду по самолету и по сургут нефтегазу если по сургуту там еще и лететь и лететь и зона обозначена то у самолета это первая цель движения зоны 2900 и вторая это 3500 вот в принципе сейчас можно поискать точку входа на ретесте вот этого промежуточного уровня 2 600 примерно да вот стоп здесь должен быть минимальный 3-4 процента и в принципе можно будет поработать распадская также одна из бумаг который у нас находится в рубрике на прицеле у нас есть зона 282 у нас есть хорошая проторговка вот шикарный импульсный выход наверх и собственно говоря такое плавное снижение на ретест этого уровня потенциал здесь движение около 15 процентов цель движения зона 324 вот стоп около 3-4 процентов поэтому тоже кому интересно можете последить за этой бумагой ну мы мы Продолжение следует...